Хлеб на каждый день подчас прославления Бога может вызывать дискомфорт. Пророк Исаия в 42 главе передает Слово Божие «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Прямое поклонение Богу оказывается необычайно сложным делом. Восхваление кого-то другого противоестественно для эгоцентричной плотской натуры человека. Это сразу вызывает зависть и вскрывает таящуюся внутри ревность, замешанную на эгоизме. Восхваление Бога рушит пирамиду моих плотских ценностей, лишая мое «я» малейших претензий на свое место под солнцем. Стоит лишь начать открыто хвалить Бога, как мое гнездо в теплом курятнике человеческого общежития рушится. Моя система взаимообмена признанием, остановитесь здесь, система взаимообмена признанием, точно так, как мы обмениваем денежные купюры в своем окружении, так точно мы обмениваемся признанием в своем окружении. И эта система начинает терпеть крах. Мой товар больше не в цене, на него нет спроса. А значит, я банкрот, и от этого плохо не только мне, но и всем остальным. Потому что кроме страха за свое собственное существование, с чем можно было бы как-то справиться, приняв всеобщее от меня отречение, я в значительно большей даже мере начинаю страдать от того, что причиняю другим людям неприятности. Я становлюсь крушителем устройства человеческой республики, как только начинаю поклоняться Богу. Да, я признаю, что наш быт устроен с учетом божества. В нем, несомненно, отводится место Богу, при этом самые престижные, возвышенные и почетные. Однако наш Бог, то есть Бог в нашем понимании, не может притязать на все. Он один из богов. Раздел территории должен быть справедливым, с учетом интересов всех и каждого. Поэтому, прославляя Бога, я рассчитываю на свою часть в этом. Иначе как окупить свои инвестиции? Я даже хвалю Бога из чувства долга, а не из чувства восхищения. Это моя хвала, есть часть моих обязательств перед Богом. И здесь мои подлинные чувства ни при чем. И не будь этих обязательств, я, может быть, вел себя бы совершенно по-другому. Когда я хвалю Его, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Милхола пыталась сказать Давиду, когда он скакал перед ковчегом Божьим. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение сегодняшнего дня. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире. Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова